ДИСКЛЕЙМЕР Всем привет, мои дорогие любители гитарного дрочала! Сегодняшнее диванное видео посвящено теме вибрато! Моё вибрато стало намного глубже, намного глубже, глубже, глубже... Грубо говоря, можно выделить пять основных способов вибрировать. Первые два – это вибрата к полу, далее три – это вибрата к потолку. Самый первый – самый простой, я его очень вам рекомендую. Заебись! Что здесь происходит? Головка второй пясной кости утыкается в гриф, упирается на него, и указательный палец пытается стащить струну с грифа по направлению к полу. Это очень простой и понятный способ. Второй способ – это то же самое, но не за счет пронации кисти. Пронация – это когда мы поворачиваем ладонь в сторону пола, а за счет супинации – это когда мы ладонь разворачиваем к потолку. Здесь уже посложнее, потому что нет такого явного упора о гриф, который есть в первом способе. Чтобы овладеть этим вибратом, нужно постараться. Третий способ – это вибрато с помощью сжимания-разжимания кистей. Здесь мы используем силу сжатия наших пальцев и сжимаем струну так, что она движется по направлению к полу. Второй точно такой же способ – это тогда, когда струна движется по направлению к потолку. Пятый способ – самый злоебучий, мой любимый. Мы закрепляем пальцы, ладонь и предплечье в неподвижную конструкцию, и работа идет только в локтевом суставе. Мы подкидываем гитару, как будто на батуте, на струне. Смотрим, как она выглядит. Теперь рассмотрим пять самых основных ошибок, которые допускают начинающие вибраторы. Во-первых, человек не может определиться, куда же он делает вибрато – либо к полу, либо к потолку. И в итоге делает и туда, и туда попеременно, и такой вибрато звучит хуёво. Вторая самая распространенная ошибка – это неритмичность вибратора. Такой вибрато тоже звучит очень хуёво. Третья ошибка – это когда мы позволяем соседним струнам говнить наш звук. Ни в коем случае не делайте так, это звучит пиздец хуёво. Четвертая ошибка – когда человек выполняет вибрато одним каким-то пальцем, и движение в пальце происходит в основном в суставах между фалангами. Пятая ошибка – это когда человек, начав вибрировать, бросает это дело, не довибрировав до конца звучания ноты. Обратите внимание на свою игру, если у вас там присутствует эта хуйня, избавляйтесь. Выработать чистоту, ритмичность и одинаковую глубину всех вибратин вам поможет волшебное упражнение, наподобие того, что мы рассматривали в предыдущем уроке, когда ловили какашку в проруби. Рассмотрим самый первый вариант вибрато, когда указательный палец пытается стащить струну с грифа гитары. Например, голова второй пясной кости утыкается в гриф, служит упором, указательный палец пытается стащить в сторону по струну с грифа. Прежде чем садиться за упражнение, выясним ряд важных нюансов. Прежде всего, это правая рука. Она должна глушить все то говно, которое организует при вибрато левая рука. Если мы делаем вибрато на третьей струне, то правая рука должна стоять в следующей позиции. Мизинец и безымянный лежат на первой струне, средний лежит на второй струне, указательный лежит на четвертой, большой лежит на пятой и на шестой. Ребро ладони лежит на шестой, пятой и четвертой струнах. В таком случае вы глушите все, кроме третьей струны, которая вибрирует. Смотрим. Упражнение состоит из двух тактов, которые гоняются по кругу. Первый такт заполняется восьмыми, второй такт заполняется две четверти шестнадцатыми, две четверти восьмыми. Прежде чем мы приступим к вибрато, сначала обозначим эту схему с помощью легато. Смотрим. Как только мы выяснили, что происходит с долями и с высотой ноты, то мы можем приступать к пополнению упражнения, раскачивая струну. Как только мы почувствовали, что освоились в предложенном темпе, с предложенными длительностями, то изменяем второй такт, заполняем его целиком шестнадцатыми нотами. Смотрим. Далее, когда освоились в этом варианте, заполняем таким же образом и первый такт. Потом можно начинать повышать темп и повторять все заново. Но, как говорил Чапаев в анекдоте, есть нюанс. А именно, у вибрато есть отправная точка и конечная. Так вот, в случае медленного вибрато, отправную точку мы должны располагать на сильной доле. А в случае быстрая вибрато, мы можем как отправную, так и конечную располагать на сильной доле. Но, скорее всего, вам захочется интуитивно сделать конечную точку сильной долей. Смотрим, как это выглядит. Сначала сыграем медленно, потом быстро. В первом случае я расположил отправную точку на сильной доле, во втором на слабой. Если мы расположим не отправную точку, а конечную точку в медленного вибрато на сильной доле, то тогда получится, что мы делаем обратное вибрато от конечной точки. Получится, мы вибрируем другую ноту. На этом все. Спасибо, что смотрите мои диванные обучающие видео. Записывайтесь на мои занятия по скайпу. Всем спасибо, дорогие мои вибраторы. Всех люблю. Чмоки! Пока!